На тему движения очень много исследований проведено. Так вот, по поводу старения мышц. Во многом старение мышц начинается с того, что наши фасцы начинают плохо двигаться. Потому что они покрывают не только органы, в основном мышцы, группы мышц. И вот если фасцы двигаются относительно друг друга очень плохо, то в этом случае естественное движение скелета человека будет не очень хорошее. Поэтому застаивается вода в фасцах. Избыточная, мертвая, тяжелая. И, допустим, согласно японскому исследованию, достаточно раз в 48 часов хотя бы 10 секунд, наверное, все-таки 10 минут, я ошибаюсь, уделять внимание своим движениям. И эти движения могут быть такие, которые я показал в ролике. Работа со скакалкой, это прыжки, это джампинг, это скайпы. Это то, что мы называем, как девочки бегают при прыжку. Или когда радуются школьники в разных кино. Понимаете, именно вот эти пропуски, которые начинают возникать у человека, говорят о том, что возникают нарушения в нервной последовательности передачи импульсов. Когнитивные даже есть признаки. Координация теряется. Поэтому есть такой тест, называется тест подскок, или тест прыжков, или по-другому тест пропуска. Сейчас покажу. Смотрите. Когда человек хочет подпрыгнуть, он это может сделать, это легко. Но есть такой момент, когда начинается пропуск, когда человек не может сделать ритмичные, цикличные, последовательные вот эти действия. Это очень важно. То есть не совсем даже то, как я подскакнул, а вот именно вот эти пропуски. Потому что когда это возникает, неумение проследить, неумение сделать этот пропуск в этом прыжковом движении в действии, это очень серьезное нарушение. И здесь необходимо особое внимание обратить на самые простейшие движения тела, связанные с включением мышц ног, друзья. Что-то еще хотел сказать. Так вот, сердечный образ жизни, проблемы с суставами, какие-то возрастные нарушения, текущие заболевания, они как раз и приводят к этим проблемам с пропусками. Очень-очень большие проблемы из-за этих пропусков могут наступать. Поэтому большое внимание обратите вот на этот тест, который я показал. Попробуйте сделать сами. И этот тест многое скажет о вашем состоянии организма.